здравствуйте добрый день вам видно да а вам вижу нормально света немного да многовато как будто бы ничего наверно но я сейчас чуть-чуть попробуем уменьшить подождите у вас на раз шторка там нам не лучше ли окно это закрыть а это свет включить нет нет нормально не вы нормально я как вам я могу ладно ладно время не будем терять так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не трое не слава боже говорите ну я хотел вам я хотел вас с вами лично как бы познакомиться сказать вот спасибо если вам ну интересно как я вас узнал могу так интересно ну я приехал тут я и сам из украины там из-под кривого рога я приехал в дальнюю тут работать после сельскохозяйственного института с животными со свиньями работы я как-то лет 7 назад или 6 начал решил слушать аудиокниги музыку постоянно слушал он был не воцерковленным ничего и ну я как бы с мамой до баптиста уходил в детстве ну так и знал немного библии а потом ну первая моя аудиокнига была егене онигин думаю нужно как-то себя но чуть-чуть развивать а потом не знаю вообще почему вообще с алженицыным был не знаком никак и решил архипелаг влах ну скачать себе послушать и нашел его ну как бы вашем вашей начитке на пред на сайте предания точка ру и потом я как бы начал слушать и вот ваш голос он у меня прямо ассоциировался с голосом с алженицына я не знаю ну вот знаете как вроде бы это он рассказывает от вы настолько сумели передать ну вот атмосферу вот это все что там и что она у меня как-то так сильно тронула вот это ну то есть она меня сильно зацепила эта книга я ее в итоге четыре раза переслушал мы все три тома и этот а когда пробовал других слушать ну кто читал вообще вот абсолютно было не так и от она у меня какой-то переворот сделала вот но я не стал во церковь леным после того и как-то я вот ну начал с алженицына там еще сидел ну по младше был там в контактах этих всяких там видел группы иуда с алженицын там иуда и вот эти как раз эти бесы как по достоевскому там начали выскакивать вот эти новые него большевики знаете молодые там они ну как бы на салженицына этот я как-то сидел вот сидел в интернете сидел курил сигаретой ну степельница и сидел его там защищал что-то защищал и вот у меня как бы какой-то одномоментный удар как как вот мультфильме ну погоди вот знаете как рука вот солнечный удар был этого у волка вот у меня что-то такое произошло что я стал и как-то начал сразу один момент ну и по верующим ну вот таким ну то есть начал всех тут доставать мне там мама говорила что ты мол с ума сошел то есть ну абсолютно я библию даже ну не читал не слушал ну библия уже вашей начитки мне как бы не пошла я я начал слушать другой но вот именно после салженицына вот так вы как-то косвенно а потом я решил узнать а кто что-то читает смотрю написано и гнать и лапки но тогда лет шесть назад а вас как бы ничего не было и я периодически там раз в году раз два года вводил я на ютюбе ну еще там разные видео лекции я и звук извлекаю на работе слушаю целый день разное я как-то периодически вводил и гнать и лапкин потом раз там что пару видео с вами было ну послушал думаю ну так не помню даже о чем а потом вот начал как-то вел смотрю есть ваш канал я вот начал послушать на ваше видео со скайпом почти все ну так многое ну 20 много ну штук 40 видео разных прослушал ну как бы я не смотрю вот так вот время не трачу только на работе но я его все слушаю как бы но пришел вам позвонить сказать как бы спасибо у меня к вам ну как-то определенное даже чувство но такие положительные вы я хоть сами там может не во всем согласен ну как бы не то что не согласен ну понимаю что вы как бы правильный человек и вы как бы как тренер знаете вот он требовательные вы к себе требовательны ну вот мне именно лично просто хотелось ну я как бы вас люблю в общем сказать позапрошлом году мы были в дании знаете да ну я вот только сейчас вот знаю этот я со священником говорил он как бы о вас не знает ничего но у нас финляндии приглашал там игумен никита но у нас машина сломалась вот только в швеции вошли а в дании у вас там в королевской библиотеке не знаю доступ есть а там все мои 38 книг ну я вообще от как нгагина ну дальше дальше всех наверно потому что я тут возле германии на границе да я мне это у них запрос можно сделать как бы чтобы прислали ну я у меня времени честно нет сейчас маленький ребенок читать я только вот это на работе все слушаю слушаю в аудио ну а вы знаете что у нас есть сайт у меня есть сайт форум и в mail.ru много ну я у меня в mail.ru нет а а сайте я знаю но у меня достаточно вот как бы что я у вас с ютюба почти везде есть такие конкретные беседы я вот качаю потому что еще очень много всего параллельно мы слушаем я то есть я слушаю целый день но у меня как бы вот к силам к знаниям появилась от меня на бог дал вот этим ударом потому как я не изменился тогда еще особо лет через пять я вас только там какое-то покаяние у меня происходит а атака абсолютно я у меня не было покаяния ну как бы не было такого чтобы там плакал но вот именно все но вера какая-то мне далась но она была явно чудесно было потому что она была как ударов как 1 мая одномоментный какой-то ну я уже прошу прошу бога больше мне пока ничего и со страстями на своими как бы ну более-менее но в определенные если поставить моменты я как бы нет во мне этого духа ну святого определенно а вот про архипелаг гурак гурак раз начали то это внутренний дух я какой честно дело в том что я сам прошел 5 тюрем мне гурак известен не понаслышке я политзаключенный был за слово божие брали меня и поэтому она каким-то образом передается в интонации во всем что для меня это дорого близко я как бы сам вошел в это а когда артист это считает все понимают он он артист он играет голосом ничего нету вот так ну я сразу тогда я то есть благодаря вам вот архипелаг булах он стал ну я даже не знаю почему вы так но сумели это ну вот у меня оно прошло через меня ну как бы вы представьте я там кроме стивена кинга там ужасов каких-то ничего до этого не читал ну как бы в школе там это не считают там я считаю малолетка там тебе они эти все достоевские были как бы ну на самом деле это я всегда я сейчас считаю это чушь это в школе давать там достоевского читатель или толстого потому как это прививка от них потом ну многим людям на дальше ну это мое мнение такое то есть нужно что-то или додавать на что-то легкая например а почему вот не стал жениться на нем вообще ничего не знал после онегина ну я решил его читать вообще даже понятия не имею ну просто вот одну скачаю салжениться на себя и вот так вот получил то есть вы как-то ну вашим голосом а то но у меня было как катарсис какой-то мне спасибо вам за это пожалуйста какие у вас вопросы ну у меня просто есть подписанию тут у меня я себе этот ну давайте они подписанию такие более как сказать попсовые можно сначала ну а что именно чтобы вот по поводу вот youtube а вот там куча видео разных выложено по поводу дать и шабаду были там в раю а там большая часть эти всякие там какие-то десятники там но другие там эти его то есть его можно ли им верить нельзя нельзя по какой причине первую очередь то что они не являются церковью и ни одному из них там это не было сказано и поэтому православный человек он не принимает что-то от бога видение которое есть у нас написано там этарство феодора цареградской выжить я святых если знаете есть такой на сайте я их все насчитываю там василий новый называется но василий великий василий новый и там как раз говорится об этом когда ему показано было к душа идет каким образом вот другого понятия нет это так и было откровение о будущем о том что после смерти есть показано было неоднократно вот все которые умирают сектор обмирают или они что-то там бывает они дальше повторяет накручивает больше и больше и первое говорили последнего не совершенно не сходится а там ничего не сходится ну то есть и редко что конкретно у всех как-то по-разному по-разному там не может быть по-разному вот такое сбежавший из ада из фильм когда он обмирает сам себе ввел смертельную дозу и на пограничном этом состоянии серопим роза об этом хорошо говорит на этом пограничном состоянии выхода и души из тела сатана очень сильно обольщает людей нам в общем-то это и не надо знать мы знаем верующих сына божий иметь жизнь вечную навсегда они верующие не иметь жизнь вечную навсегда все и когда вы говорите я не там ну не вы а кто-то говорит я не еще не отдался то другое это надо представить смерть что ты умрешь и умрешь не завтра сегодня и тогда все остальное там ребенок жена государство знания работа не имеет никакого значения земля это она окажется на триллионы световых лет далеко от нас мы будем другом месте и мы не ничего с собой не понесем и поэтому надо главное приготовить пожитки туда с чем мы туда придем вот я сегодня умру сегодня умру я не говорю через час к вечеру и что ты будешь делать я работал на корабле учился высшем мореходном училище ну и такие беседы были я только уверовал 62 году ну какая цель ну начинают родить сына построить дом дерево дерево это может не прирасти дом разрушат а сын будет хулиганом ну и что но стали говорить вот тот не женился этот но сейчас наш корабль как раз началось обледенение обледенение с одной стороны и его нельзя не обдолбить ничего слишком высоко его кренит и кренит наконец он кверх ногами я написал стихотворение на это рыба с кашхуна с волнами боролась и что теперь у тебя цель ты хотела достигнуть да ты знал какая есть но теперь вдруг оказалось что сегодня умираем цель достигнута нет насчет ее и не было цель должна быть такая которой я достигну даже сейчас только открыл губы и меня пуля попала в лоб я склонился навсегда и я ее достиг цель живу я еще 10 лет цель будет достигнута что царство небесное я обратился через просмотр фильма отверженная виктора гюго моя биография фильмы вошла в армии посмотрел и там он говорит не было ли другой цели как спасти не жизнь свою но душу и вот это пронзило меня я искал с детства это я с детства верующий был но евангелия не было и меня бог провел показал везде понимал с первого дня бог показал секта это не церковь церковь то что идет от апостольских времен где есть рукоположение епископат вот православная церковь я православно не потому что православный я родился я не знал даже ничего этого я знал что бог есть я знал совершать как крестное знамение мама мы из беспоповцев дальше ничего не было бог сохранил меня от многих грехов я не за но что не знал там говорится купался от женщин сохранила от воровства от матерков это я все время искал и бог видя это дал мне евангелие я дали мне новый завет а сами другой комнате и уже через пять минут у меня уже душа готова к покаянию было и там началась новая жизнь я встал и смотрю на себя вот этот человек становился на колени который стал это они рядом даже не были никогда я смотрю на того которого сейчас склонился но это не я это другое я уже на утро весь караван кораблей узнал что я обратился к богу то есть сошел с ума как вам мама говорит что что с тобой сделался и вот я прошел 53 года нигде не изменив тому факелу огню который бог у меня зажег можно просто вспыхну к папу савл шел его в бога сиял и теперь пошел в другом направлении уже он шел убивать теперь тебя будут убивать я готовился быть террористом потом за я не знаете за родину мою это все а вот теперь я теперь только могу сказать прости меня господи не знал прости ну игнатий тихонович от давайте от этого вот сразу перейдем к этим в десяти талантах до притча вот это вот вам дал он дал господь десять талантов например ну вот вы принесли вы принесли там 100 талантов а вот как люди с одним талантом но они что же божие люди также будут приняты но этот талант надо знать они нужно как его вот я вам отвечаю сейчас вот если церковно спросить какой талант батюшка пис и все закончилось но архиерея то слишком высоко как раз архиерея то слишком низко потому что у него столько искушений он настолько дел пустых не нужны что о душе ему и думать некогда главным образом это молитва мусульманство нас превосходит по одной позиции только по одной у них пятикратный намаз молитва у нас вот мы живем здесь у нас 7 кратной 7 кратный 118 и псалом 164 7 кратном день проставляю тебя вот все главное мое оружие здесь вам чтобы видно было вот она здесь 100 поклонов молитва за правителей за за священство за пьяниц за всех которые у нас знакомые которые не знают какой талант вот мне уже 77 год и я все время молюсь об этом господи помоги мне узнать мои таланты и умножить их я знаю что мне бог дал но я все время боюсь и трепещу а может еще что-то я не знаю никогда не знал что у меня получится вот то-то и то-то я не знал никогда и вдруг получается издать 38 книг по 750 страниц это понятно извините и гнать и гнать и тихончик перебью я сразу забыл сказать что если выключиться у меня был вот у меня бывает зависает компьютер бывает это я вам перенаберу то есть не через минуту ладно ладно талант это то что приносит плод а иначе это будет камень на шее булыжник самое маленькое где то вот я узнал то у меня талант миротворца он внезапно открылся вот слышал я просто как раз вчера вот вот это вот я не хочу там не хочу я обязательно в это дело вмешиваюсь талант увидеть беспорядки в церкви помочь исправить вот неправильно креста то другое но увидел не так если у меня это нету я денно и ночью об этом молюсь прошу иду к архиереем пишу патриархию и по всей стране строят сейчас купели я 30 лет положил на этот вопрос бог знает как это будет но я вижу плоды я опять смотрю я занимаюсь детьми никогда это не думал что будут приезжать у меня там из англии из бразилии и будут спрашивать как в течение одного месяца ребенок наркоманы совершенно другим делается 44 года как основатель лагерей его начальник это бог делает у меня этого не было с детства я этого не знал я знал только одно в детстве у меня была тайная молитва куда бы я не шел я стараюсь найти уединенное место и помолиться это же в армии вдруг перед армией мне открылась и в школе не было иностранного языка и вдруг если за шесть месяцев изучаю английский самостоятельно немецкие у них проповедуют занимаюсь на семи языках одновременно самостоятельно ни дня не участь не знал я этого а как бы я узнался не занимался я никогда не имел слезного дара у меня четкая цель я буду мстить убивать я прошу у бога и друг бог открывает так что мне надо день может быть чтобы прекратили слезы я вижу все на его что получается к гибнет православие они не хотят ничего делать вместо священников лютые наемники и мне в год такое сокрушение что-то я умираю это мне и не сказали до меня не дошла эта весть я умираю не зная христе ничего боль других сделалась моей болью вытихах я не знал бы этот талант а почему он пришел милостыня десятина в это слышали я говорил об этом десятина десятую часть дохода отдавать с первого дня я понял что это моё и решил отдавать девять десятин понимаете девять я еще никого не встретил встретил одного из сектантов он у него девять ребятишек и он платит пять десятин он платит а для меня это как раз был поэтому я на двух-трех работах выработка 280 300 процентов я неукротимый был и все деньги все на дело божие издавать евангелие нести благую весть это коротенькая жизнь павел горит бегите на листалище на стадионе получить многие бегут но один получает награду я понял я должен бежать не спать мы всегда 4 40 соем 4 40 я тренировал свое тело на сон уходила два с полной часа больше я не мог дальше организм уже не тянет у меня грехи мешают а теперь я естественно уже не в том почему потому что я люблю моего господа это его слова я их принял я не на молитве прислушать что мне скажет господь мы в конце говорим говори владыка слушает и слышит раб твой и замираем все перед этим поднимаем руки и молимся и ждем ответа а как вы узнаете совесть свобода совести я никому не угождал никогда никому не одни ни одного раза брат не брат кто я должен сказать бог дал мне дар пророчески я должен развесить а какой дар слово божие обличение наставление и то что он не принял то ничего не значит вот он воюет частом против меня какой там переворачивает там ролики мои где-то я на это сейчас даю ответ один священник просто как бешеный он несчастный я молюсь за него он бога не знает у него веры нет он мстительный бездарный бесталанной и он все время выходит мои ролики коверкой и дальше выставляет обличить а я я вчера слушал и как вы и все что я могу сказать я могу только молиться плакать знаю что он нуждается в квартире дети больные жена больной у самого воспаления мозга он говорил я поэтому молюсь господи прости ему и дай ему квартиру он мне не враг не враг он для меня благодетель у меня подталкивает к моему царю в нем надежда не каждый день 100 человек приходит нам чтобы сказать что они обратились но приходят вот я выставил материалы и вдруг один человек и не идет возле атлантического океана португалия я уже склонился говорят к сектантам но встретился ваш материал книга и мгновенно отошел а теперь он на такой высоте там академию кончил священник и прочее книги мои в пророческом духе написаны как он не в пророче в пророческом пророческом то есть они говорят человеку не события мира прогнозируют хотя я это знаю знаю из священописания но что говорит господь каждой душе если все будут пророчествовать и кто-то войдет к вам собрание то скажет истина с вами бог и падет вниз я это испытал я вхожу в камеру и люди падают вниз они становятся на молитву преступники менять жизнь это не мое я любому могу сказать я потрудился больше как павел говорит больше но это не мою благодать божия она мне избрала она мне наградила я должен трепетать меня и спрос будет другой извините знаете что вам скажу у вас у вас какой-то особенный тембр во первых и убедить и убедительность ну ваших речах вот она она ощущается знаете ну как бы у вас ну то есть если вы были там например жили там лет родились лет на 40 позже например и были ну например не воцерковленным вот вы могли быть каким-то рок звездой ну то есть там по типу знаете вот таких шут которых которым тянет как к личности ну например даже там песни порой меньше и ну нужны поэтому она у вас в вашем вы понимаете о чем я бы не был другим от которого добавь уже не был бы другим потому что однажды сиявший меня свет он сделался городом на вершине горы я не мог быть другим и это невозможно вот я разговаривал с кем которые сидели в вузах глеб якунин зоя крахмальников с кем я знаком был ни у кого не было в тюрьме то что у меня было ни у кого у меня день четко разграничен на 5 частей 5 молитв по часу по полтора с 80 камеры открыты собираются все охранники слушают и слушать и просто слушаю это следователь обратился следователь а я да я вам это больше человеку это невозможно никак не как у меня обстановка изменилась я как будто бы и ничего я сижу меня судят мне пригород выносят а я этого не вижу я перешагнул дальше я только молюсь господи дух молитвы чтобы был не отнять я прошел настолько торжественно по тюрьмам по лагерю смерти как будто бы я был с моим господом на самых близких интимных отношениях у груди его люди которые не понимают священники они трясутся от злобы а так как можно говорить я избран я вообще не я вообще не понимаю вот я не пород у меня с моих священники что я знаю вот а вас например ну я не слышал что таких известных порядочных священников кто-то говорил плохо вот мой священник он вас не знал но он я ему так сказал более 2 славы ему отбиратывает полное погружение на ритме мы полностью погружаем у вас больше говорят думают кто не знает что там слышали а в это а старообряде и я уже так кем-то общаться все думают что вы старообряде у нас архиереи служат московской патриархии приезжает вы видите в роликах то где и старообрядцев у нас не было священство а теперь брат мой священник закончил московскую семинарию московского патриархата люди не знают совершенно и прости им господи и не веди воскушение мне некогда не за кем гонять я вообще не понимаю как ну то есть в чем ну даже если в чем-то там вы она может из-за того что вы мол говорите что вы там хлеб какой-то мне может отбирать ну я не знаю у нас как бы у меня я знаю всего 2 какой хлеб я говорю хлеб у них отбираете то что там например им нужно больше денег влаживать купели строить они не хотят ну то есть таком плане но опять же это не соответствует действительности я тружусь не два года 53 и всех направляю в храмы московской патриархии и они самые лютые враги мои вот нет местности вот такой где бы мы не говорили у вас нет храма и поезжайте к местам архиерею просите разрешения построить там храм и прочее но главное это чтобы вас ваш вот он духовный храм был для бога ну вот я знаю двух священников один в дании один у себя то как бы претензий к ним нет они ну как бы людям уделяют внимание даже больше чем надо порой я уже думаю ну вот на исповеди уже думаешь ну знаю я уже зачем люди ждут там 20 минут исповедовать знает ну то есть рассказывать то есть более-менее ну давайте перейдем к следующему вопросу а то мы так ну не хорошо говорите такому тоже не очень как бы ну не очень давайте скажем так такому какому-то не верующему вопросу о снах можно вас может у меня написано об этом сны трех видов можно я скажу за за себя потому что может извините что перебил смотрите вот если у меня они не каждый день вот у моей от моей мамы такое вот и у меня такое вот снится но символизм явный присутствует ну бывает перед какими-то важными событиями и то есть и такой настолько он очевидный то есть ну вот например мне си мне например там вот сегодня мне снилось что я разговариваю с большим большим выше меня догом черно-белым это как бы друг ну вот у меня в связи какой-то человек как бы ко мне расположенный был или есть вот никогда в жизни меня не снился вот я например с вами как бы раза хотя еще не даже не был уверен что вам сегодня позвоню и вот такое а было что мне снег это что например я выхожу и на меня рыжий бык нападает например я с ним как бы этот и вы слушаете и в этот день у нас в поезде это был сняты драка но не драка разборки и против меня в рыжий я высокий метр девяносто а тот еще выше рыжий против меня стоит и к и каким-то образом мы там ну разошлись чтоб не драться но тоже чуть не драться это было там еще лет десять назад ну понимаете в таком плане я уже не говорю там про то что там если выпадает какие-то зубы что кто-то умирает ну то есть как бы очевидный символизм я не могу отрицать ну то есть я знаю там ни хули и не принимай например если или там перед ссорой с женой такой грандиозной до развода мне всегда снится один и тот же сон ну по смыслу например плохой и я уже знаю я уже мне приснулся я уже начинаю молиться молюсь то например прошу ой не допусти там например господи и уже все вечер думаю фух пронесло и уже перед сном раз вот этот взрыв происходит понимаете ну то есть и только я перестал молиться например вот как бы вот вы поняли о чем я понял и у сирахова говорится верящий снам тоже что гоняющийся за тенью обнимающие тень от тебя падает и ты подошел тень на земле обнимаешь сны трех видов от бога от сатаны и от переедания и забот житейских это одно одно от бога только тот сон точно на сто процентов где ты видишь крест если ты крест видел сон от бога но толковать его тебе не надо не прилагай к нему сердца сны как правило предупреждающие зовущие к благовестию а так как видение какое а вот это увидел собаку там док проще никакого значения не придавайте потому что священник исповедуют не верил ли ты с нам сны многих вели заблуждение на погибель совершенно не верим как будто ничего и не было у меня она постфактум у меня как бы а мне вот снилось или вижу а я например не строю жизнь свою знаете там сонники не смотрю никогда она у меня как бы перенулу но вы понимаете перед этим я вам объясняю вот смотрите вы издание сейчас и у меня одна же был сон и сон был проданию когда я там еще не был то я вас не вижу что подходят женщине говорят она твоя жена я говорю а как она жена а вы еще забыли что вы венчали с ней нет никогда не венчался я попятился от нее и в сон вижу какие крыши в дании как будто я там всегда был и когда поехал падания все это увидел и смеялся и говорил вот тебе господь и повенчал меня здесь я теперь это увидел хороших людей встретил в дании мне понравилось потому что вы нигде я не был как по дороге проехал библиотеку заехали и выехали благополучно в швецию а уже там нас по силах катастрофа да я на но ну да да я пока этого смотрел через это у бога это было вымерено каких мы людей нашли что мы повернули оттуда переплыли и уже из литвы нас утащили в калининград это необходимо было мы доверялись богу господи помоги смириться да воля твоя святая исполнится в нас и господь так сделал и вывел мы приехали домой вот так если у вас эти сны и вы уже неоднократно их верили другие может пытались толковать нельзя этого делать абсолютно нельзя никак креста не было не видел ну и все как будто его не был господи сотри все сатана этим играет как хочет и ты тогда будешь он вот сейчас говорили а я это видел вот это то 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 никакой роли это не играет не по снам бог будет нас судить а по здравому смыслу бог никого не любит кроме живущего с премудростью так премудрый салам он говорит а премудрость в нем в духе святом родиться свыше и быть движимым духом святым вот это два вопроса решили и ты уже будешь со христом так сам же что ним не можешь ходить со свыше она же как бы ну вы понимаете сил да например там нету как бы вот ну ты чувствуешь что благодати нет и ты просишь и ты как бы хочешь а но тогда ты запомнил тот момент такой он как бы незабываемый а больше ну ну вы же понимаете я же говорю сидел с сигаретой и бросила курить тогда только через через года три после того момента ну наверно а сейчас не курите а я сейчас начал курить как ребенок родился вот я рожал с женой и и вот с того момента я начал курить ну как бы там еще ссоры у нас как бы как ребенок родился сильно сильно в общем я жена не очень верующая такая и мы сильно ссоримся но это оправдание ну я курю электронные сигареты курю бросить надо это рабство и раб если у тебя все время дымовая завеса в тебя премудрость не войдет ревности не будет 12 лет жизни обрезана этого 12 лет это много это вам не надо вас все время в мозгах то так дыды дымится не надо и при том сразу тебе не бросить на ты встань и помолись господи во имя твое святое помоги освободи меня этого страшного рабства потому что сатана любит разложение разных что-то не было и он в дымовой завесе держит человека вот у нас в деревне мы деревне строим может кто не пьет не курит не матерится не ворует не лжет пять качеств должно быть чтобы первый раз с ним повели разговор видите как это здесь на земле но и так понятно какой пример если честно игнатий тихонович давайте вам сейчас признаюсь тоже я например верю вашу молитву я тоже частично хочу чтобы если возможно меня включили хорошо как звать филипп и викторию можно филипп до филипп апостол филипп был филиппов пост да сын у меня матвей в честь апостола матвей матвей это матфей матфей сынок да он кстати ну капризный так у нас но близкие священники то есть кто-то с кем вы можете беседовать я я в церковь езжу у нас служба ближе всего за 80 километров и раз в два месяца это батюшка с копенгагена приезжает за 400 километров от служить в этом храме в ихнем в ихнем мы снимаем и он на службу я езжу где-то раз два три месяца и мы в украине только когда я в отпуск раз полгода езжу ну то есть я не часто в церкви то есть может четыре раза в год только а вы надолго в дании это когда вернетесь вы же знаете что у нас в украине случилось я собирался как бы возвращаться ну вот как бы сейчас там новую жизнь конечно уровень жизни сильно упал раньше и родители что-то мне отлаживали я даже их не просил я как бы у меня зарплата этот у меня сейчас сократили уже я тут дорабатываю и я вот не знаю жду вид на жительство если ты тоже ну надеюсь дадут ну как бы всегда хотел вернуться ну я как бы не люблю все таки я себя тут ощущаю инородным телом понимаете ну то есть в этой вы с ней как бы все тут прекрасно для жизни ну что там нет нигде мне как бы где хочется к богу знаете только не с кем тут даже пообщаться ну а а вере там просто ну людей нет и ну не знаю то есть я еще не определился где и что вот как случился этот майдан то там еще может нужно и родителям будет помогать своим хотя они еще работают в россию приехать зачем на украину ну я в россию то есть жена меня еще я как бы у нас нет ни православная такая семья то есть жена у нас она структивая достаточно ну то есть свой сложная еще то есть в россию это еще я например лично я у меня я бы не против ну я хотел бы даже думаю об этом ну как бы без жена пока но если тут я и начну ощущать какие-то там эти ну вы понимаете как конца дней конца дневные что будут еще грядет в конце дней какие-то моменты то наверное все таки надо будет текать ведь все земное вас как-то опутала так ну да я меня поэтому из меня вчера спрашивал один с украины ну вот я молюсь а потом вдруг я остываю и вот несколько дней меня ничего не надо я даю совет то что пережил я этого не пережил у меня не было однажды вспыхнувший свет он только разгорается и разгорается а чтобы сегодня я верующий а завтра я не знаю верующие неверующие у меня этого не было и поэтому совет я дать не могу я знаю это молитва молитва милостыня пост вот оружие о я еще запишу вспомнил важный вопрос я не знаю мы наверно не вложимся там какое-то время что у вас по всем вопросам может отложите на следующий раз давайте самое важное спросите что и все тогда повтор чтобы никогда не было что вы сказали мы познакомились и и все это не главное сейчас подождите я я буду все прослушаю видео еще раз потом хорошо давайте по по псалтере пару вопросов давайте я был нем и безгласен и молчал даже о добром и скорбь моя подбилась ну если можно в двух словах объяснить что непонятно ну то есть молчал да то есть это как бы монашеское молчание нашество не было три тысячи лет назад я веду моря на как такое горе изменил друг самые близкие сделался врагом это бы я не мог найти эту причину я долго думал об этом какой разговор мне ничего не надо я просматриваю свой путь что случилось я к примеру говорю что у нее было я молчал он не просто молчала он молился молчал устремился к богу и скорбь моя подвиглась по постепенно боль затихла у меня и глаз мой просветлел я стал смотреть нормально до этого было да как так господи ну почему ты допустил я вложил такой капитал в этого человека мы были вместе столько ездили и он взялся таким врагом преследует сейчас меня это у него было у давида давида у давида было представьте родной сын любимый весолом восстал на него чтобы захватить царство ему пришлось бросить жен и бежать я говорю что он пережил у него было это я господь ему раньше говорил когда он совершил двойной грех 50 псалом я молчал я не молчал защитя полностью доверился богу и прислушался что скажет мне бог что делать я должен в этой обстановке не какие-то там таблетки глотать да чтобы сон был а именно соединиться с богом и бог знает сколько я перенесу сердце не выдержит выдержит он делает так сейчас допустим у меня нападают там это священники там какие-то другое это мне благо благо потому что я испытал то испытал это это знает для меня они никакие не борцы с ними я не могу выйти на ринг сражаться они никакие поэтому еще я могу сказать мы в разных весовых категориях а вот вышел бы такой настоящий крепкий чтобы я мог с ним ну он неправильно делает я бы ему сказал он сказал ты неправильно делаешь и на основании библии во свете библии я буду открывать библию показывать каноны церковные святых отцов кто сказал у меня в жизни не было ни одного поражения ни одного почему я тщательно готовился ко всем сражениям в таком плане в мирском называется генералиссимус как вот суворов был да какие битуму без сражения с тектантами выступать диспуты они выходят самые знаменитые такие были мы встречаемся и в конце а он всем говорит да мы не правы у меня было такое притом неоднократно в разных республиках столичные города где приходилось ездить я к этому тщательно готовился и доверялся богу в молитве они так что я вышел что бог положит еще не положит если тема крещения у меня разработана 136 свидетельств перевожу а у них у попов ни одного нету ну кому судья при суде златоуз говорит вот мы претендуем двое на 1 на один дом у одного завещание от родителей дарственная надпись а у другой купил куче а у другого ничего нету мы подали в суд кому дом присудят и зато взгляд на явно что тому у кого документы есть у меня есть документы какие библия я согласно библии показываю должно быть полное троекратное погружение руками настоящего священника незапрещенного а у этих ничего нет они нападают злятся а разряции мстят злопамятство а злопамятство уподобляет демонам говорит ян златоуст ну да да не я вообще как бы не понимаю как вообще можно вообще какие-то ну но я просто так сказал мне это во благо повторяю во благо то есть меня бог испытает пережигает из сосудов сосуд переливает как вино когда готовят а мааф маф сидел на своих дрожжах и в тебе остался вкус твой ты не был в армии я был в тюрьме не был монастыре ты по своей воле жил у меня не было этого я все время себя склоняя непрерывно к молитве что не так вот звонят мы знаем вот вашу молитву бог слышит там с германией там где-то ничего не могу ответить я буду молиться если бог ответить я отвечу а можно я скажу как я о вас для себя вас чем сравнил ну как бы я думал о вас и как бы пред найти и вас сравнил можно скажу с чем вот так бог вам если бог адмирал вам дал такой какой-то линкор там или эсминец или крейсер вы поставил вас капитаном вот и вы плывете ну вот как бы на нем и вы еще ну вот он сказал плыви там воюй а вы еще там его как бы решили там рубку там эти каюты по обшивать там например броней металлом то есть при этом вы улучшаем беспокоитесь то есть вы жизнь явно там спасаете людям но при этом управление кораблем он тяжелее становится ну то есть в таком плане ну знаете это просто как бы мыслей слуха я на море как раз и был работал вот вы как бы вы у него еще у тебя как бы утяжеляете делаете там да больше работы тяжелением становится управлять ну спасение то есть вероятность спасения больше ну конечно я знаю что они будут обстреливать вот они сейчас готовятся мои ролики берут искажают там вставляют в них а эти ролики сейчас объясняю вы смотрите там столько сокровищ будет а то мне потом говорят откуда это берете там все где я мгновенно сразу высчитываю что здесь нужно сказать и господь открывает я вижу тайна что какой у них замысел был и с той стороны как вы горите броня я уже ставлю объяснением что это не так они доказать ничего не могут и поэтому стрелы летят мимо 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 а когда прав когда мы уязвимый господь покинет вот этого надо бояться для меня самое главное не потерять моего господа быть с ним а что они думают говорят это они говорят и за это будут они отвечать не я я за ними не гоняюсь я даже не представляю как бы я заходил на чужой youtube и брала что-то там коверкал или я не согласен я сказал не согласен выставил сейчас 100 кажется 58 тысяч посещения у меня левиафан фильм я там а я а я не он слышал кстати ну я там чуть-чуть конечно послушайте если вы слышали о левиафане андрея ткачева тоже я знаю считал вы считаете ну я я я его два раза или три прослушал мне я как бы не скажу что фильм не понравился сильно и ну и не хорошо не понравилось а ну давайте я вам сейчас прошу потому что от важное давайте опять же псалтери псалма с этого же отступи от меня чтобы я мог подкрепиться прежде нежели отойду и не будет то есть гнев уменьши твой мне очень трудно поднялась жена против меня родственники против меня господи это твоя это твоя рука тяжелела на мне это от бога и отступи от меня то есть эти скорби отведи от меня пока я не отошел из этой жизни а я это вообще не так понимал я думал это что-то это что-то типа как вот иисус был на кресте и говорил господи для чего ты меня оставил ну то есть чтобы от в конце ну чтобы он ощутил как бы оставление божье ну от себя чтобы вот вот это я не понял я потому что прочитать еще раз давайте по счастям перед этим читать или посчитайте до этого услышь господи молитву мою не в нем ли воплю моему не будь безмолвен к слезам моим не будь безмолвен ибо странник я у тебя и пришелец как и все отцы мои отступи от меня чтобы я мог подкрепиться прежде нежели отойду и не будет то есть господь его взял жесткие тиски приступил к нему господь я тебя не выпущу за то что ты дал такой соблазн отнял чужую жену убил самого мужа там 50 псалом о чем говорит я к примеру говорю о чем и он говорит господи отступи от меня сейчас то есть ослаби эти оковы которые наложил иначе я отойду и не вздохну как дай мне проглотить слюну мою я не могу проглотить меня спазма в горле такое горе самое близкое самое дорогое ушло от меня вот когда считаешь передача война и мир льва толстого и уже наполеон рядом и он лежит князь старый погибла россия он этим живет погибла россия вот ну дайте хоть одну на минуту надежду что все это будет по-другому вернется наконец и россия будет стоять для него вот что важно для меня самое важное не покинули меня господь богом ли я и поэтому то что кто говорят я все воспринимаю как радость радуйтесь и веселитесь когда имя ваше пронесут как не угодно сыну божию велика ваша награда на небесах чтобы на тебя нападали столько врагов то это чего то стоит что они на пустое пираты напина нападает на корабль не тогда когда он соломой гружены а когда ведет он драгоценным грузом и они идут грабить я знаю на меня нападает есть за что нападать если бы я молчал а я везде говорил везде везде где был обличительное слово до оон до патриарха до генеральных секретарей партии я везде абсолютно свидетельствовал и поэтому меня есть за что гнать есть за что преследовать бить долбить и это моя награда я знаю куда я вышел я 53 года в непрерывном сражении и ни одной передыха дело в том что игнатий тихонов я не вообще не представляю вот например как вас может ну давайте скажем молодежным сленгом загрузить какой-то например милиционер желобоватого вида который то есть ну не абсолютно там не то есть вы просто даже вы настолько говорите убедительно то есть я даже не знаю как вам может какой-то чиновник поступить там как-то в чем-то вас обвинить ну вот вы вышли например что-то сказали и для меня даже это удивительно что вас там кто-то как-то понимаете там еще пытается уколоть там это зависть главное допустим священство другое это зависть во-первых карта смещаю все безобразие какие они делают для того чтобы освободиться от этого балласта от этих народно наслоение чтобы люди увидели живого христа в живом слове его чтобы двигал дух святой они так батюшка скажи батюшка благослови чем будет благословлять когда он не знает о чем речь идет феофан затворник прямо говорит священник говорит я благословляю а бог говорит я не благословляю что будет на небе утверждено у меня задача одно быть благоволение у бога бывает настолько трудные моменты отступи от меня давид просил надежда исчезла и он чувствовал как он виновен иначе я отойду просто не вы кости мои рассыпется у меня не раз было так вот меня арестовали второй раз и такие трудные обстоятельства были я к богу говорю господи я прошел этот класс переведи меня в другое знаете как это как по классам идет вот я сейчас чувствую себя также чувствую вот уже где-то я подошел какой-то черте ну то есть в перемене от 7 лет отработал на одного начальника мяча сократил хотя других оставил хотя больше всех ну старше всех как бы и у меня у одного семья грубо говоря ну значит куда-то что-то уже бог для меня но я надеюсь конечно что бог ну что на сегодня прощаемся ну очень жаль у меня то есть по ходу начали возникать еще там давайте говорите и потому что у меня очень уже много ну то есть быстро говорите не тратьте время я коротко отвечаю чтобы у вас хотя бы контуром было показано я сказал вопрометчивости моей всякий человек ложь почему именно он сказал вопрометчиво потому что те которые рядом оказались лживые а другие которые живут на соседней улице мне неизвестно а я это сделал теперь на всех частный период он привел на общее вы знаете как это по одному какому-то факту нельзя нужно все факты собрать было тогда увидел бы все люди лживые а то не все если все люди живы переносить на сегодня и божья мать и лживая и апостол павел живы так куда мы зайдем я его промещивости не успел обдумать и ляпнул и он это признал а ну да да то поля промещивости то есть не обдумал мне было больно я сказал все лжицы будьте вы прокляты все закрыли закрыли давайте дальше гранника боязливых же и неверных и скверных и убийц любодей вечеродея ла 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 ну это смерть 2 но вы поняли боязливых же и неверных почему они тут первое и какие кто это боязливые боязливые которые трясутся что в архиерей переведет на другое место священники почти все боязливые главная болезнь это трусость и корысть боязливых у бога нету боязливая покидает фронт у я или написано 311 туда господи веди твоих героев верующий это герой герой этот который из общего ряда он вышел первый бросился в атаку вот боязливых которые их на фронт не брали в израиле они должны были когда объявляли сейчас идем в атаку утром кто боязливый это не в сторону они отходили и теперь было дом боязливого с него снять сапоги это человек не обуты обуты обутись в готовность свидетельствовать миру но это трусы ну да просто боязливый думает а что там будет а как это будет а вот я скажу ребенка наказать в дании у вас сына отберут там ювенальная юстиция свирепствует выезжайте и так как в швеции не так тут еще более-менее как бы ну да этот поменьше чем норвегии да 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 только касаемо веры да ну то есть не так что вообще баб это пристреливается собака когда она боязливая ее нельзя учить я дрессировавших собак был и в уголом розыске это мужчин или всех касается вы научите мужеству человека вот если щенок не боязливый его нельзя бить когда маленький я буду заниматься с ним из него сделаю чемпиона но если она боязлива выщить нельзя на не поддается он все время хвост поджимает поэтому с я с богом и верующего невозможно запугать а мы у тебя отнимем то пожалуйста я узнал вас ложеницын зайдя в тюрьму сказал я пришел умереть и сдохла собака они ничего не могут со мной сделать мне ни разу не предложили сотрудничать с кгб ни разу нигде только спросили вот лагерь весь повязаны все сотрудничают в лагере нас было три человека я пришел они уже знают биографию там написано все вы не будете я говорю никогда потому я пришел умереть смерть для меня благо благо я и жажду ее каждый на них и конечно вы можете как-то сделать видео где вы именно от своей жизни лагеря рассказать можно сейчас характеристика выставлено видео засчитывается характеристика я 10 роликов уже выставил а я видел это вы зачитывали это вы как бы вашу биографию да это моя биография как я в лагере был я ее на ты именно как потому что я один послушал потом еще не качал это вы посмотрите именно в лагере хорошо это логический анализ анализ всех а автобиография автобиография так и написано автобиографии игнатия лапкин там номер один два три десять десять я понял я далее я послушаю на этом добавить ничего не могу я подробно внутренние переживания как там развод был как просто там читал кто-то другой другой но это не важно автобиография сам считаю автобиография сам считаю первое видео читал вот может характеристика на меня это считали братья характеристики которые мне давали там газета там разные люди давайте последние даже прошу ну то самое на просто просто непонятно мне написано но вы попробуйте давайте так ну то что я вам отвечаю вам понятно ложится на сердце мне она мне ложится но я никогда я очень как бы вам сказать мне надо 100 23 раза я скачаю вот звуки его будут вот это что мы сейчас говорим это будет неделю через полторы я отдам на обработку следующее только воскресенье через неделю мы на той неделе через полторы недели вот этот ролик может стоять на нашем ю тубе это я его буду слушать потому что я никогда не хорошо говорите ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов божьих потому что тварь покорилась суете не добровольно но по воле покорившую в надежде что и сама тварь освобождена будет от рабство от ленью свободу славы детей божьих ну то есть абсолютно что то здесь речь идет о всей твари которая была в раю собаки кошки конечно голуби я они покорились человеку бог сказал господствует на тварь и не добровольно леп сейчас бы львы разорвали всех а нет большой бык он слушается человека то искусственно делают к там когда борется это бых бодается это его люди сделали таким а на самом деле это животное животное крот кротко слушается где-то и сама тварь когда люди прославятся это тварь это животных на животных а птицах а я думала люди нет тварь творения божья когда слова а там написано сын и божий вот освобождены от тления будет бессмертие новое тело быть тело будет но другое я понял это животных я не машину а то мы в раю будут снова как были раньше животные левую я вместе с огненком коровы вместе с медведями ну и на тихоныч я честно скажу у меня куча вопросов возникла по ходу они всплывают всплывают потому как этот но я думаю мы ну то есть уже и время ну и время и нет давайте подождите давайте вы если можно вас попрошу помолитесь чтоб я узнал то есть у меня бог направил что мне делать как ему послужить вы голову опустили вас только до носа видать поднимите вот так а я хорошо я что мне делать как ему послужить помолимся прямо с вами я и афелье на и вот сейчас я стою смотрите и вы тоже встать и вместе помолимся но из экрана не уйдите только будем малина я одни могут стать вам видно не видно будет я щады здесь вот так что видно было боже милостью будем не грешному создавыми господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй отец небесный мы пристали перед твоим величием ты знаешь что и в чем нуждается эта душа филиппу помоги устрой положи на сердце чтобы всем умом всем сердцем всей крепостью всем разумением любили тебя славили тебя и боялись согрешить нарушить твои заповеди от тебя не сокрыты последний вздох наш когда мы будем уходить из этой жизни расставаясь с телом устроить так чтобы в вечности мы были с тобою а мой в крови твоей причистой дабы дух святой вел нас по этой жизни вразумляя обречая наставляя и делая мужественными ибо ни один боязливый не войдет царствие божие тебе боже слава за все отец сын и святой дух аминь во славу божию все было слышно прекрасно очень спасибо вам за молитву и ушли вас не видно ой извините я говорю спасибо вам все было слышно у нас говорят спаси христос и христос до мы и давайте еще вы до самого носа опусти вот так отшатитесь вот аж важный вопрос еще можно давай как насчет от правила к причастию меня я на меня знаете я там час читаю а потом уже начинаешь внутри уже побыстрее побыстрее еще на славянском как можно ну готовиться от молитвами к причастию вы по-славянски читаете или по-русски по-русски мы все читаем по-русски я сторонник языка где можно взять в интернете можете найти просто зарядите где-то там я думаю что найти сейчас в интернете все есть 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 найдите эти все же самые молитвы и сокращать никуда не заходите дальше никео цареграфска символа веры и меньше меньше нельзя но меньше я можно сами смотрите по нужде ваши дело-то не в этом готовность ваша должна быть не в молитве много или мало это говорим за то у всех мне хочется ну вот допустим вы были бы у нас вы бороду трогаете ну я да я когда уже сильно отрастает добрее трогать совершенно не прикасайтесь нельзя этого делать вот у нас бы я вы уже в храме выходили бы соглашенными то я игнатий ханыч извините я на синоферме работаю я если не бреюсь она у меня две недели ну она у меня от постоянно воняет потому что я в кепке это разговоры только это разговоры если там будет работать давид он никогда этого не допустит вот у воняет у другого пыль попадает это все пустота бог так сотворил я не имею права играть не порти края вот край бороды не задевай никогда не надо не то что там а был бы ты начальник где-то ну начальник у меня подчиненная не могу дальше молодой но я молодой девушка не может ко мне потому что я с бородой то есть тысячи отговорок нет страха божия страх божий есть все кончено бритву уничтожил и больше не прикасаюсь в любом вопросе сегодня потому что не хвалить завтрашним днем не знаю что он родить тебе и христианс это знал то есть мне можно молиться например сокращать если я после соблюдайте все я ну да среду пятницу вот буквально месяц месяца три начал соблюдать да как какой же вы верующий тогда но я же говорю я не только теоретически давайте филипп договоримся что все это по серьезному чтобы я зря времени тратил я вам отвечаю со всей искренностью вот я в армии был в армии там что дадут то есть в тюрьме что дадут но после нигде не нарушил в больнице вот у меня было в больнице операцию сделали ну приносят молочное а у нас пост я говорю я не могу у нас пост да что тебя отдельно будут готовить я говорю зачем готовить пять дней без еды проживу они забегали уже через два часа мне изготовили на воде все принесли я лечу фейнер из финляндии в америку я и говорю у нас пост она дает там разные сардельки там что а что нужно я говорю только не молочное не мясное там не яйца они ко мне за полет стюардессе четыре раза подошли и орехи и землянику еще только не дали это было девяносто втором году я все еще помню вот так ты ты перчать себя покажи что ты христианин они должны увидеть они увидели даже по виду по запаху по всему запах какой-то придумал свинья тогда у нас держит свиней который 100 свиней у него и он с бородой и ничего не воняет это пустота не привыкай к этому написано это гнилые подпорки не надо их ставить да не уклонится сердце моё псаломопереза будет говорить для извинения дел греховных словам лукавым а то лукавые слова говорите это не годится нет и на этом кончено все разговоров нет ты мужчина не будь подкаблучник твое слово закон для жены и на этом конец а она не хочет слушаться найдем подход ты открой слово боже она увидит тогда в тебе мужчину а не тряпку мужчина подкаблучник это мужика нету этому же они в юбке я не подкаблучник в том-то и дело я не конкретно к вашу жизнь не знаю я говорю чтобы женщина а если дать пилоси отговорит более привязана к тому кто строго с ней обращается она понимает это защита это крепость стена нужно строгость к себе в первую очередь потом себе поставь требования крепкие дальше это сложнее говорите давайте что еще игнатий тихонович давайте будем заканчивать потому что мне сейчас жена уезжает нужно с ребенка во славу божию спасибо вам за теперь если господь позволит у вас будет очень большая нужна заранее подготовки вопрос прежним не возвращайтесь мне ваши вопросы по псалтыри очень понравились а я не услышал в шелестике что я забыл мне очень понравились ваши вопросы по псалтыри у меня еще у меня еще будет по иван чтобы не на никакую пустоту нам не отклоняться мы много говорили там узнавали проще это один раз только по писанию и по жизни вам как поступить правильно вот эти вопросы мы будем тратить время в следующие допустим раз выходите не раньше к через две недели но у меня но я не могу раньше только на выходных это нормально сразу смотрите вот время какое сейчас идет у нас я понял я с работы только прихожу в 17 по московскому времени а у вас уже вы спите в 17 это 5 3 8 пойдет не позже не позже я только с работы прихожу хорошо потому что у нас если девять то в шесть уже прекращает звонить у нас личное время тогда 6 постарайтесь вложиться но если что-то срочно тогда можно еще сдвинуть там полчаса все да спасибо христос я рад что познакомились тоже очень рад как долго мы говорили наверное молодец вот видишь никогда не подумаешь откуда придет